19 ноября. Матч, который болельщики так долго ждали. Ласьков капитан, Юрий Павлович на скамейке, золотое время локомотива снова на РЖД-арене. Да, все время там и подача, и держание. Нормально. Он уже в массажной горах готовится. Он серьезно. Уже заранее. Нормально. Нормально просто. Зазас, Зазас. Есть еще полчаса, может, джокера перекинуть. Без проблем. Я сейчас как раз играл. Научился я. Давай соломы и нижнего не хватай. Да. Да. Я буду слушать. Дмитрий, здравствуйте. Что почувствовали, когда зашли в автобус ко всем? Ну, во-первых, прежде всего, рад был всех видеть. Конечно, со многими ребятами большое количество времени не виделись. И такая встреча, она всегда приятна и вызывает эмоции, воспоминания. Поэтому я надеюсь, сегодня будет праздник, прежде всего, для болельщиков, для нас самих. А вот хорошая, да? Да. Или холодновато. Что, просто рвались. А, что, всех градусов уже, да? По-моему, уже не было. Минус шесть. Похладно, что-то. Сейчас, это, в новостях, в Рио-де-Жанейро рекорд поставили. 54. 54. 54. Жара? Я не успел. Я на резонте Сан-Паулу, Сан-Паулу. 54 ты прилетел? Градусы? Да. Охренеть. Я перелела в Этиопию. Этиопия? Да. Ватю. Син. Нормально. Нормально. Ну-ка, пошли посмотрим. Ну, снесись. Здрасте. Ну-ка. Красавчик. Лучший агрономт страны. Лучшее, лучшее поле. Юрий Павлович, соскучились по РЖД-арене. Чего ждете от сегодняшнего матча? Сложно что-то сказать, что от него можно ждать. Я основной, чтобы были довольны этим матчем болельщики, чтобы они получили удовольствие, чтобы какая-то радость была. Вот этого, наверное, я и жду. Вы сегодня, как всегда, на стиле. Знаменитая шапка, куртка из коллаборации «Локомотива» и «Олова» помогает почувствовать как-то дух того времени? Ну, шапка – это стандартная. Стандартная шапка, в которой когда-то завоевывали медиали. Играли Еврокубки. Ну, наверное, это соблюдаю какие-то определенные традиции. Для нас вот этот матч, конечно, он имел, так же, как и для ЦСКА, громадное значение. И я единственная боялка, что если мы еще и проиграем в этом году, то в том 2002 году, то будет какая-то неуверенность. И будет клеймо на команде, она вечно вторая. Но, наверное, поэтому и удача была на нашей стороне. Номер 63-й, Илья, 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 Илья. Номер 22-й, зовут. Капа. Главный тренер московского локомотива Юрий Илья. Какие чувства испытываете, находясь в этом коридоре? Ну, он слегка изменился, мягко говоря, после того, как я здесь в последний раз сыграл. А так, ну, конечно, ностальгия. Есть какой-то ритуал, который вы проводите перед выходом на поле? У меня нет, лично. В суеверие не верить? Ну, не особо. А что какие суеверия? Ну, кто-то выходит на поле с ноги, кто-то там бреется, кто-то шнурок в последний момент шнурок. У меня такого не было. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо огромное за поддержку. Мы все понимаем вашу позицию, но, ребят, спасибо еще раз огромное, что вы нас поддерживаете. Субтитры создавал DimaTorzok Олег Алексеевич, поделитесь эмоциями от зарядов на южной трибуне вместе с болельщиками. Ну, во-первых, я должен сказать, что было очень приятно, что ребята туда позвали кого-то из команды. А в целом, ну, я даже не знаю, как выразить эмоции, когда у тебя внутри все дрожит от того, что эти ребята передают такую энергетику на поле. И ты видишь, какие у них глаза, какие эмоции. Это все придает, как и обычно это было когда-то на поле, это все придает еще дополнительный заряд энергии. А вот отличается как-то восприятие поддержки, когда вы находитесь в роли тренера, от того, когда вы находитесь на поле? Конечно, конечно, там все по-другому. А тем более, когда ты оказываешься на одной трибуне с этими ребятами. Можете назвать свою любимую кричалку? Ну, наверное, только лока, только победа. Будем ждать болельщиков на матче с «Зенитом»? Конечно. Конечно, поддержка нужна обязательно, тем более в таких принципиальных играх. Только лока? Только победа. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо вам всем, Юрию Павловичу и команде. Дай Бог вам всем здоровья. Дмитрий, сегодня Олег Пашинин на южной трибуне заводил с фанатами кричалку «Сычев забей». Приятно было снова слышать ее на стадионе? Конечно, приятно. Это все-таки большая часть моей жизни, поэтому, конечно, приятно. Мурашки по коже должны быть. Может, вспомните эмоции, когда, будучи игроком, слышали эту кричалку? Что она вам давала во время матча? Сейчас вспомнить эмоции очень непросто, потому что времени столько прошло. Она давала силы, во-первых, и заряд эмоций. И даже когда не было уже возможности дальше бежать, это заряжало эмоциями и энергией, конечно. Таким выдался ретро-матч между легендами «Локомотива» и «ЦСКА». Спасибо всем за поддержку на юге. Единственный гол на счету капитана. И «Локомотив» снова чемпион. Редактор субтитров А.Семкин